Всем привет, это транспортный блог и на сей раз я не буду обозревать что-то связанное с маршрутами или с подвижным составом. Хочу рассказать что-то вот такое более общее. И начну я вот с чего. Где-то полтора года назад я уже делал транспортный блог, в который я так высказался на тему вечернего транспорта. Тогда я рассказал какие маршруты коммерческие нормально ходят, какие плохо. Но вот надо рассказать о том, что такая ситуация в Рязани уже на протяжении минимум лет 15. И вот хотелось бы сегодня рассказать о том, почему же так происходит. Но начну я с того, что причины, почему так происходит для общественного и для коммерческого транспорта, различаются. Начну я с общественного. Когда-то он ходил более-менее нормально, но потом начались недовыпуски. И недовыпуски это не что-то присущее десятым или двадцатым даже годам. Недовыпуски тянутся таким шлейфом уже с нулевых. Например, их жертвой пал маршрут номер 14, на который вместо трех машин в последние его годы выпускали всего лишь одну. Хотя по графику их должно было быть три. Ну и теперь по поводу вечернего транспорта нужно провести ликбез для простых людей, потому что дальше объяснять им будет довольно тяжело. Нам нужно знать про два таких вида графика, как двенадцатичасовой и двухсменный. Двухсменный график задействует время практически все с раннего утра и до позднего вечера. То есть в этом графике, допустим, первый выход где-то там в пять утра, последний уже в одиннадцать вечера. И где-то в районе четырнадцати-пятнадцати часов там происходит смена. Проблема в том, что на этот график нужно задействовать как минимум два водителя и два кондуктора, то есть четыре человека. Ну и, как правило, еще две машины, но в условиях, если подвижного состава совсем не будет, то можно использовать и одну. Как итог, именно двухсменные графики и остаются работать вечером после семи часов. Двенадцатичасовые графики задействуют большую часть дня, но не весь. То есть уже исходя из названия можно понять, что этот график действует на протяжении примерно двенадцати часов. Но для его исполнения нужен хотя бы один водитель и один кондуктор, то есть два раза меньше персонала, чем на обслуживание двухсменного графика. При этом вместо одного обеденного перерыва у водителя и кондуктора их два, потому что по закону после каждых четырех часов работы нужно делать перерыв обеденный. В итоге большинство двенадцатичасовых графиков работают в диапазоне примерно с шести утра и до шести-семи вечера. И вы уже понимаете, что большинство графиков в Рязани это вот как раз-таки двенадцатичасовые. И поэтому после семи вечера число машин резко падает. Еще, конечно, нужно помнить про разрывные графики, но они тут нас уже особо не касаются. Дело в том, что в последние годы практикуется перевод двухсменных графиков на двенадцатичасовые по причине нехватки водителей и кондукторов. При этом порой доходит до такой крайности, что все двухсменные выходы на маршруте переводят на двенадцатичасовой график. Так, например, произошло с первым троллейбусом в сентябре 2019 года, правда недолго так было, и с восьмым троллейбусом в июне этого года. То есть, по сути, это означает то, что маршрут вообще прекращает свою работу после семи-восьми вечера. Уже на протяжении пары лет УРТ вообще не проводят курсы для водителей. То есть, единственная возможность увеличить хоть как-то их штат, это брать водителей троллейбусов из других городов. Но уровень зарплаты у водителей троллейбусов сравнительно невелик. Поэтому даже с этим возникают проблемы. Соответственно, для того, чтобы снова начать переводить двенадцатичасовые графики обратно на двухсмены, и, соответственно, увеличивать число вечернего транспорта, нужно брать больше водителей. Открывать учебные курсы, улучшать условия труда водителей и кондукторов, увеличивать им зарплату. Но это как-то особо не происходит на деле. Вы можете, конечно, спросить, а почему двенадцатичасовые графики у нас преимущественно с шести утра до семи вечера? Можно, например, перевести на одиннадцать часов, чтобы там работала машина с одиннадцати утра до одиннадцати вечера. Но давайте посмотрим так. По сути, с самого начала работы автобуса и троллейбуса начинается утренний час пик. И именно утром число пассажиров максимальное. То есть мы видим, например, что максимальное число троллейбусов и практически максимальное число автобусов выходят именно в районе семи-восьми утра, потому что пассажиров больше всего. А вот вечерний час пик, он не такой большой, как утренний, во-первых. И, во-вторых, после него начинается очень такой резкий спад пассажиропотока. И там остается очень мало людей, как правило. Поэтому в условиях, когда у нас общественный транспорт должен самоокупаться, логичнее выпускать 12-часовые графики в тот момент, когда пассажиров больше всего, чтобы собирать большее число пассажиров. Соответственно, если автобус выйдет в шесть утра, то он соберет несравнимо большее число людей, чем если он выйдет в одиннадцать утра. Вот так вот все просто. Так что реально, чтобы транспорт ходил вечером, как ни странно, нужно увеличивать зарплаты водителям и открывать там заново курсы, это в случае с троллейбусом. У маршрутчиков жизнь ситуация иная. Вечером они не ходят просто потому, что это неприбыльно. Пассажиров, как я уже сказал, мало. И тратить бензин на несколько человек маршрутчики не считают нужным. Правда, некоторые предприятия уже работают вроде бы как по расписанию. И, как правило, эти же самые перевозчики и обслуживают свои маршруты хорошо после семи вечера. Где-то до девяти, до десяти часов вполне себе можно уехать. Но не всегда. Субподрядчикам УРТ можно также отнести к маршрутчикам, потому что работают они по, примерно, такому же принципу. Есть люди – ездят, нет людей – не ездят. Если заставят, то ездят. Вот так вот. К слову о финансировании. На этой неделе глава Рязанской области Николай Любимов посетил один из рязанских заводов, где ему представили умную остановку. Губернатор сказал, что вот, хорошая остановка, можно такие поставить. Стоимость такой остановки – 3 миллиона. Ну, чтобы вы понимали, за 3 миллиона можно всем водителям УРТ выплатить где-то еще дополнительно по 15 тысяч. То есть, ну, так, не самые маленькие деньги. Но вопрос в другом. Во-первых, зачем нам умные остановки, если у нас глупый транспорт? Вот серьезно. Нам надо именно что? Увеличение вместимости подвижного состава, сокращение числа перевозчиков, сокращение дублирования. Но у нас вместо этого предлагают умные остановки. И эта ситуация характерна не только для Рязанина, для многих других городов России, где они видят, о, остановка, какая крутая, там телефон зарядить можно, смотреть, тут какие-то красивые экраны, тут экран, тут экран, ух, как круто. А то, что в городе преимущественно ходят пазики и фургоны – это ладно. Но вопрос еще в другом, что ныне имеющиеся остановки в Рязани можно вполне себе улучшить. И более капитально, чем просто купить за 3 миллиона одну остановку, поставить ее где-нибудь там на доме художника, и она там будет одна вообще. Потому что на остальные скажут, зачем. Ее еще и потом и разобьют, в конце концов. Дело в том, что на ныне имеющихся остановках в Рязани вообще практически нет никакой информации по поводу того, какой транспорт проходит здесь. Можно хотя бы упомянуть, какие маршруты общественного транспорта здесь ходят, вывесить даже нисколько, можно ир там для редкоходящих маршрутов, расписание вывесить там, на бумажке даже, чтобы их было проще менять, интервалы движения, может быть даже число машин, кому-то это возможно что-то скажет, как маршрут проходит, то есть там его схему, карту окрестностей остановки, как это, например, сделано местами в Москве. У нас же максимум повесят табличку о том, какие маршруты здесь останавливаются, при этом с какими-то космическими интервалами, например, до сих пор вешают таблички троллейбусные, где у второго троллейбуса интервал 15 минут, а у шестого 10. Ну смешно же. А потому что до недавнего времени было в реестре. И все. Только вот эта табличка и все. По поводу коммерческого транспорта там вообще заикаться сложно, но вот так вот. По идее этим должно заниматься как раз-таки управление транспортом. То есть, например, в Санкт-Петербурге у них там предприятия транспортные тоже вот вешают какую-то там плохо видную табличку, а вот их аналог управления транспорта, под названием организатор перевозок, вешают такую большую табличку, хотя бы с интервалами движения и местами даже со схемой маршрута. То есть, вот пример, ну хотя бы такого хотелось бы в Рязани, но нету даже и этого. А между тем, простая палка со знаком и бумажными расписаниями, стандартная остановка для многих стран Европы, несет гораздо большую информативность, чем все остановки, ныне имеющиеся в Рязани. Даже с электронными табло, которые частенько ломаются. То есть, их еще надо обслуживать. Так что, умные остановки на данный момент не очень-то подходят Рязани. Я нисколько не против развития отечественного производства. Тем более, такого технологичного. Но давайте будем честны, нам прежде все-таки надо транспорт улучшить. И хотя бы на остановках вывешивать более-менее актуальную информацию, чтобы она была доступна пассажирам. А уж потом делать вот такие умные остановки. Ну, у нас как-то вот все делают наоборот. Ну, на этом все.